Здравствуйте! Мы разговариваем с Егором Сваловым, председателем Комитета по экологии и администрации Екатеринбурга. Поговорим про деньги, которые будут собирать за вывоз мусора. С 2017 года в Квитке появится отдельная строчка «За вывоз мусора». И все так немножко напугались. Новый налог, новый сбор. Это же не новый сбор, правильно? Это даже не то, что на сбор, это просто из общей строки содержания жилья выделяется отдельная строка, отдельная финансирование именно на сбор и вывоз мусора, который у нас образуется в наших квартирах ежедневно. То есть просто это не расписывалось отдельной строчкой, но при этом, почему это важно? Почему нужно отдельную строку вводить и громоздить целую новую управленческую структуру? Раньше, как говорится, в одной строке содержания жилья, раньше управляющие компании условно усреднённый по Российской Федерации тариф был 2,5 рубля за метр квадратный. И управляющие компании сами установили, как я понимаю, плату за эти услуги. Эти деньги шли нецелевым образом перевозчикам, перевозчикам по полигонам, сортировочные комплексы. Но и зачастую деньги уходили, условно говоря, в никуда. И учитывая, что у нас сейчас идёт революционное изменение в сфере обращения с отходами, и нужно направлять, дополнить финансовые ресурсы на модернизацию этой сферы, было решено, что в частности эти деньги, которые будут отдельно выделены, они пойдут как раз на реформирование сферы обращения с отходами. – Про революционные изменения давайте ещё поговорим. Но тут часто сравнивают это изменение с капитальными ремонтами домов тоже, потому что появляется региональный оператор, который концентрирует деньги. Если раньше управляющие компании или ТСЖ, наверное, могли себе подрядчика сами выбрать, кто будет возить мусор, сейчас это будет централизовано. В Свердловской области были скандалы с региональным оператором, управляющим капремонтом. Почему тут не будет скандалов? Много денег в одном месте, всегда злоупотребление. – Во-первых, по фонду капремонта уже плюсы и минусы все оценили и, по крайней мере, работу над ошибками сделали, но не будем касаться этих тем. По рекоператору по обращению с отходами. В Свердловской области их будет три. У нас в территориальной схеме обращения с отходами определено, что будут три рекоператора, по крайней мере, три зоны. Возможно, конечно, будут один-два оператора, если они будут заявляться на те или иные зоны одновременно. Данная управляющая компания должна будет себе аккумулировать все финансовые ресурсы, которые пойдут от жилфонда, которые пойдут из бюджетов субъекта Российской Федерации в качестве денег за экологический сбор и целевым способом направлять деньги на расцветие сферы обращения с отходами. Давно уже начали говорить о том, что эту сферу нужно реформировать, что нужно привлекать деньги, нужно что-то делать, потому что если мы смотрим на Российскую Федерацию и на Западную Европу, то мы видим, что у нас отходы захораниваются на полигонах, земли нет, экология страдает, переработки нет. И вот когда поняли, что просто финансовыми вливаниями спроса из бюджета это не сделать, нужно как-то окрашивать деньги, нужно назначать структуру, которая будет ответственна за эти мероприятия, и, собственно говоря, вот появилась идея создать рекоператор, который в этом направлении будет аккумулировать. И он будет следить за тем, чтобы перестали возить отходы на несанкционированные свалки, будут определять на конкурсной основе, конечно же, перевозчиков отходов, будут определять сферу работы этого оператора или, допустим, перевозчика. Можно будет оптимизировать транспортные траты. Перевозчик сможет получить деньги за размечённые отходы только при условии, что полигон либо мусоросортировочный комплекс подтвердит, что именно эти отходы были привезены, именно такое количество отходов. Это важный момент, потому что будут платить за привезённые, потому что сейчас мы по-большому платим за то, чтобы увезли из двора, а дальше это где-то в лесу, например. А потом мы фиксируем несанкционированные свалки, потом мы фиксируем заполненные карьеры непонятно чем, какие-то химическими, может быть, эффективными красками, строительным материалом. Мы видим эти гниющие отбросы, которые захламляют землю, портят подземные источники. Во-первых, скважины, водозабор какой-то. Но в лесах, я думаю, что мало приятного, если где-то вы натыкаетесь на несанкционированную свалку. И вот при изменении подхода, когда будут получать перевозчик только после подтверждения размещения на полигоне, на официальном уровне, дальше, те прогоны, которые у нас есть. У нас по Российской Федерации скромные подсчёты. В 20 раз количество несанкционированных свалок, которые официально, даже зафиксированы, превышают количество легальных полигонов. – Слушайте, это очень хорошая перспектива, но вам не кажется, что несколько идеалистично? Потому что то, что собирается с людей, оно и так худо-бедно довозится до полигонов, до санкционированных мест. А то, что коммерсанты у себя, я не знаю, какой-нибудь небольшой магазинчик, кафе, строительная компания, их тяжелее регулировать, они там на грузовичок и в лес. – Нет. Вот если мы раньше смотрели закон об отходах производства и потребления, мы раньше апеллировали таким термином, как твёрдые бытовые отходы. Это вот от населения. То сейчас в законодательстве появился термин «твёрдые коммунальные отходы». Это отходы, которые образуются в жилищах, и отходы, которые образуются в деятельности этих маленьких магазинчиков, офисов, фирм, которые по своей структуре, в принципе, ранены к отходам, которые образуются у нас в квартирах. Поэтому вот эти юридические лица, они попали тоже в сферу влияния. Федеральный закон об отходах производства и потребления, соответственно, попали в зону влияния регионального оператора. – Хорошо, давайте про революционные изменения. Так, начали собирать деньги, сконцентрировали много, три региональных оператора. И что на эти деньги появится, в частности, в Екатеринбурге? Новый какой-нибудь завод по переработке? – Обязательно. Потому что, во-первых, в законе появилось требование о раздельном сборе отходов. Об этом нужно будет ещё много говорить и много сделать. Во-вторых, появился запрет на захоронение без предварительной сортировки. То есть, если у нас на широкореченском полигоне действует муцаросортировочный комплекс, который мы планируем в дальнейшем и модернизировать в том числе, то на втором полигоне, который у нас для Нурши-Скатеринбурга, это северный, за посёлком Садовым, то мы там в обязательных планах планируем построить мусоросортировочный комплекс. Дальше территориальная схема обращения с исходами предполагает, что для Нурши-Скатеринбурга взамен широкореченского полигона, который мы рано или поздно закроем полностью, появится новый полигон в Белаярском городском округе, который будет построен со всеми требованиями санитарно-пезидологического законодательства, САНПИН и ГОСТы. То есть, всё, что требуется, всё, что придумано в технологическом плане, там будет воплощено. А сейчас люди, у которых в Белаярском районе дачи, они вздрогнули. А где это планируется? Я на память, конечно, не могу сказать, но, знаете, современные полигоны, которые у нас есть, допустим, в Финляндии, Швеции, Норвегии, которые в нашем климатическом поясе, то объём захоронения отходов достигает не как у нас 95-97%, а они захоранивают от 15% до 3%. Всё остальное идёт переработка, производство электроэнергии, сжигание, тепловая энергия. И вот мы должны к этому прийти. И поэтому на полигоне, допустим, на новом полигоне должны быть технологии такие, которые позволят захоранивать минимальное количество отходов, но на максимально допустимые требования по безопасности, по охране окружающей среды. Поправьте, если я ошибусь. Кажется, всего в одном микрорайоне Екатеринбурга раздельный сбор, и, кажется, всего одна треть всего собираемого мусора перерабатывается. А тут через сколько? Через год должны везде собирать раздельно и перерабатывать. Ну, всё получается? Нет, ну, я думаю, что через год это никто не сможет сделать в полном объёме, потому что мало поставить контейнера для раздельного сбора отходов на пищевые, не пищевые. Нужно, чтобы эти мощности по сортировке, переработке были построены. А это всё-таки с точки зрения технологии финансирования намного сложнее, чем просто купить контейнера разного цвета. Ну, в этом направлении в любом случае нужно работать. Это как шаг за шагом и приходить. Потому что мы в последние годы только говорим, 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 говорим. Наконец-то с одного года появилось в законодательстве требование по раздельному сбору отходов. Наконец-то появилось требование по рекоператору, требование по строительству и созданию новых мощностей в сфере обращения с отходами. Да, это немножко медленно. Да, не хватает финансовых ресурсов. Но мы всё равно к этому идём. А сколько лет примерно? Ну, вот чтобы всё построить, всё наладить, не знаю, 5-10? Ну, договор с рекоператором будет заключаться сроком на 10 лет. И минимальный срок, когда они должны будут запустить новые мощности по сортировке, по переработке, по захоронению, это 3 года. То есть им даётся 3 года на проектирование, на строительно-монтажную работу. Региональные операторы, они привязаны к территориям и вот к этой инфраструктуре, утилизации. Екатеринбург каким-то образом будет управлять своей вот этой индустрией? Потому что, ну, когда, опять же, собирали на капитальный ремонт, были претензии, что муниципалитет сам знает, да, где лучше ему отремонтировать. Здесь, наверное, наш город тоже лучше знает, как ему утилизировать своё уже налаженное хозяйство. А тут, ну, не знаю, объединят с каким-нибудь большим условным Екатеринбургом, как-то разладятся связи. Екатеринбург, вот если брать Большой Екатеринбург, то здесь в тех схеме он отсутствует, как Большой Екатеринбург. Потому что мы вошли в административное производственное объединение, округ Восточный. Вот мы идём от Екатеринбург, Пышма, Берёзовский пошли дальше на восток до границ Семенской области. Есть северный и западный округа. Понятно, что рекоператор, на мой взгляд, он будет всё-таки выступать в качестве управляющей компании, которая будет заключать договора с существующими игроками на этом рынке, с операторами полигонов, с перевозчиками, которые будут называться оператор по перевозке, с операторами по сортировке, потому что, допустим, в Екатеринбурге есть сортировка, в Каменске-Уральске есть сортировка. Поэтому я тут не предполагаю каких-то серьёзных перетрубаций или передачи собственности, объектов и собственности в собственность, потому что рекоператор явно не сможет проглотить всё и сразу, и надолго. Поэтому пока будут играть, видимо, на тех условиях, на которых мы сейчас существуем. Последние опасения, связанные с любым укропнением, это всё равно ЖКХ и это поле для бизнеса небольших компаний. Сейчас же этот мусор кто-то возит, есть, наверное, не только большие игроки, а тут приходит один большой, ему тоже удобно с одним большим работать или вообще завести свой парк мусоровозов. Куда денутся рабочие места из Екатеринбурга, не окажется ли, что у нас там мусорщики все живут, не знаю, в Каменске-Уральском, например, да, и все мощности там. Это тоже индустрия, рабочие места, деньги. В Каменске-Уральском вот свои перевозчики, там в Талице свои, ну не поедет никакой там коммерсант с парком здесь, где там работает, там уставившиеся контакты, там техника, люди. Плюс есть ограничения по рынку, то есть больше, чем 50, не больше 50 процентов у перевозчика может быть контрактов, потому что это уже идёт нарушение антимонопольного законодательства. Тут же ещё смежное законодательство, которое позволяет, допустим, этот рынок развивать, как конкурентоспособный. Спасибо большое. Это Егор Свалов, председатель комитета по экологии администрации Екатеринбурга. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова